Открытый урок цифры в лицее номер 136 на улице Космической – мероприятие традиционное и ежегодное. В этот раз его темой стали технологии, которые предсказывают погоду. Школьный учебник, программа школьная, она не так быстро меняется, как жизнь. И появляются новые какие-то вещи, продукты, приложения, технологии. И особенно очень быстро войти в сферы, и чтобы дети могли об этом узнать и понимать, как сейчас это работает, как это устроено. Технологии искусственного интеллекта сегодня помогают нам в разных сферах жизни. Записывают к врачу, распознают правонарушителей на городских улицах, мониторят леса на предмет пожаров, управляют автомобилями без водителей. А зачастую и вводят в заблуждение, как это получилось с американским гуглом и лицеем номер 136, в котором проходил урок цифры. По мнению заокеанского интернет-гиганта, новосибирское учебное заведение, носящее имя героя Российской Федерации Романа Сидорова, является неким лицеем загадочного смачного животного. Тут уже системная ваша ошибка. Вы используете зачем-то гугл-навигатор. Во-вторых, вы используете поисковую систему тоже гугл, хотя есть прекрасные российские аналоги, которые, как мы сейчас с вами видим, использовать значительно безопаснее. Вот вам простой пример, что все-таки нужно переходить на отечественные разработки. Впрочем, в основном технологии искусственного интеллекта все же приносят реальную пользу, отметили участники мероприятия. Многие пользуемся автомобильным навигатором. Это абсолютно, когда он прокладывает маршрут, он анализирует данные прошлых лет, текущую ситуацию. Это абсолютно точно, это искусственный интеллект. Голосовые помощники, это искусственный интеллект. Прогноз погоды, когда идет, это же не просто данные точные, это точный, какой-нибудь компьютер выдал прогноз. Нет, это анализ, это анализ огромного потока информации. На этом уроке школьники познакомились с IT-профессиями в метеорологии, узнали, как составляется прогноз погоды, как происходит измерение, анализ и прогнозирование атмосферных явлений с помощью передовых технологий. И, быть может, уже вскоре смогут при помощи искусственного интеллекта не только сделать прогноз погоды более точным, но и научиться бороться с фейками в интернете, с одним из которых уже столкнулось их родное учебное заведение. Спасибо.